Сейчас ей 65, она была дважды замужем, сыграла более 140 ролей, стала народной артисткой России и успела в этой жизни практически все. Увела мужа из семьи, где подрастал маленький ребенок и родила единственную дочь, отношения с которой не сложились. Сначала из-за большой занятости на работе, затем была депрессия и длительные запои. Кем сейчас стала Екатерина, дочь Татьяны Догилевой и как сама артистка смогла справиться с алкоголизмом? Уже в театральном институте Татьяна Догилева вышла замуж за осветителя, но брак не продлился дольше трех месяцев. Начинающая актриса быстро поняла, что борщи варить и сидеть дома – это не ее и с головой ушла в работу. Вторым супругом стал писатель Михаил Мишин, тайные отношения с которым длились три года. Влюбленные жили в разных городах, к тому же он был на 10 лет старше, женат и воспитывал сына. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Они съехались и поженились, а вскоре Татьяна родила дочь Катю. Но когда девочке не было и 14 лет, ее родители разошлись. Точнее, отец просто собрал вещи и, взяв дочь за руку, ушел. А дело было в том, что у Татьяны Догилевой был затяжной запой. Сначала у нее умер брат, и актриса сильно переживала потерю близкого ей человека. Затем был застой в работе, ей не давали роли. А потом и вовсе страсть к алкоголю стала губительной. Осознав, что супруг оставил ее наедине с проблемами, Татьяна бросила все силы на борьбу с зеленым змием. Мишин даже поверил ей и вернулся с дочерью к Татьяне, но напрасно. После очередного запоя он вновь ушел с ребенком на руках. Переломным моментом в жизни Догилевой стала болезнь дочери, через которую они два года шли, держась рука за руку. Катя с детства страдала различными аллергиями, поэтому ее ограничивали в питании. А когда переросла, то ее кормили всем подряд, балуя ребенка. Так, юная Екатерина набрала не один десяток лишних килограмм, и сверстники начали дразнить ее. Екатерина довела себя различными диетами до анорексии и даже до булемии. С чем Татьяна Догилева и лучшие врачи столицы боролись долгое время. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Сейчас Катя успешная актриса, которая получила образование за рубежом, но вернулась на родину и строит свою карьеру здесь. А Татьяна Догилева справилась с алкоголизмом и стала действительно народной артисткой, которую знают и любят. А вы осуждаете такую мать, которая променяла свою дочь-подростка на стакан водки? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!